Последние 8 лет в Чувашии количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, стабильно снижалось. Однако в этом году статистика неутешительная. Подростковая преступность возросла, причем не только в Чувашии, но и по всей России. Это вызвало тревогу в правоохранительных органах. И сегодня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел пресс-конференцию, посвященную этой проблеме. Говоря о подростковой преступности, стоит помнить, что причин этому множество. В группу риска, как правило, входят дети из неблагополучных семей, многие из которых состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Министр назвал еще несколько факторов, косвенно влияющих на рост подростковой преступности. Дополнительными негативными факторами, оказывающими прямой влияние на уровень подростковой преступности, конечно, является непростая социально-экономическая ситуация в стране и нередко отсутствие должного внимания и контроля. Это широкое распространение демонстрации элементов реального насилия и отчасти, что уж тут говорить, вседовзволенности. Полиция четко осознала реальность проблемы, предпринимает со своей стороны все возможные усилия для профилактики подростковой преступности. Подростков нельзя оставлять в одиночестве на долгое время. Рядом с ними всегда должны быть взрослые, родители, педагоги. В Чувашии уже многие годы в каникулы работают специализированные лагеря для трудных подростков, ведь ребята очень отзывчивы на внимание, их надо только заинтересовать. Представители общественных организаций, сотрудники МВД и МЧС постоянно в разных форматах популяризируют профессии полицейских, спасателей, военных. У нас в Чувашии очень хорошо развито это направление, профильные смены так называемые. Здесь есть и подразделения, то есть лагеря, которые специализируются, например, на те же вопросы службы внутренних дел, полицейские. Дальнейшие, значит, медицинские какие-то, спортивные направления. Этих лагерей много, то есть у нас это направление развито. Всего у нас на территории республики функционирует 26 загородных лагерей, почти 740 иных учреждений, которые так или иначе оказывают, принимают участие в занятии детей, в их отдыхе, оздоровлении, в труде в летний период. Взаимодействие силовых структур с общественными институтами обязательно дадут результат. Только не надо останавливаться на достигнутом. Важно искать новые формы работы. Ведь преступниками не рождаются, ими становятся. Предотвратить подобные превращения в наших силах. Просто не надо быть равнодушными. Алексей Табинов, Александр Петров, Республика. Продолжение следует...